Гитлеровская пропаганда уничтожала любое пацифистское творчество на корню, прославляя, наоборот, будущую войну и прошлую. Был создан культ военного человека в сочетании с культом реванша и культом натиска на восток, про который я рассказывал в позапрошлый раз. То есть, лишнее подтверждение тому, что про войну все знали, к войне готовились, открыто, никто ничего не скрывал. Кстати, интересно посмотреть, сопоставить с теми историческими персонажами, которые были мобилизованы в Советском Союзе. Потому, что Советский Союз тоже войны-то особо не хотел, люди-то не хотели мира, любой здравомыслящий человек хочет жить в мире. Но советское население мобилизовывали образами Александра Невского, Минина и Пожарского, Дмитрия Донского, адмирала Анахимова. То есть, если мы посмотрим главные фильмы конца 30-х и главные книги, которые получали, например, сталинские премии. Это роман Бородина «Дмитрий Донской», роман Сергея Веценского «Севастопольская страда», Петр Первый, Алексея Толстого. То есть, людей явно мобилизовывали на войну, но на войну для защиты Отечества. В Германии людей мобилизовывали на войну за реванш против Версальской системы и для завоевания законного, как гласила гитлеровская пропаганда, войны на Востоке.